Все началось, наверное, года четыре назад, когда, в принципе, начал как-то усовершенствовать свою машину и было интересно как-то ее сделать, покрашивая, наверное, выделиться из толпы. И к чему я пришел, это восстановление дисков. Было сделано у меня несколько работ успешно для больше своего удовлетворения, нежели чем финансово. Дальше не стал это продвигать и было интересно уже в чем-то другом стиле двигаться. И наткнулся в сети на работы из как раз-таки запчастей, которые были сделаны из автомобильных деталей. Мне хотелось что-то яркое и действительно вещь, а не какое-то. Поэтому начал эксперименты с мебелью, сделал парочку ламп, стол. И в какой-то момент у меня быстро возникла идея, я хотел сделать подарок на день рождения человеку. И так совпало, что постепенно начал делать именно часы. Как-то их усовершенствовать, материалы, покраску, достигать идеального качества во всем, чтобы не просто какую-то самоделку берешь, а действительно качественную есть. Так совпало, что у меня есть машина, которая почти не езжу. Это такой, скажем так, проект. Там на стильных колесах, хорошо покрашенный, приятно смотрится, чистенький, быстрый гольф. Я купил на него колеса ББС РС фирмы. ББС весьма знаковая фирма. Она была известна конец 80-х, начало 90-х. Она изготавливала диски специально для гонок. В принципе, везде и Формула-1, и кольцевые, ТМ, ралли. Везде они, в принципе, засветились. И так получилось, что у меня были парочка лишних. Я не знал, что с ними делать, и из-за этого у меня появилась идея, почему бы не смастерить такое. Первые были часы собраны, как говорится, из говна и палок, из того, что было. Все было в гаражных условиях, за два дня сделано. Были куплены болты, неоригинальные, просто симпатичные. После чего я уже решил по-серьезному сделать и полностью детализацию с пририсованным рисунком. У меня вторая работа сразу же удалась. Далее я понял, что надо двигаться дальше и доводить до качества максимально, потому что все равно вторая работа была сделана в гаражных условиях и не идеальна была полностью. То есть я был недоволен. И движение дальше пошло по выбору цветов для центров, потому что использовал именно лаки и морилки, чтобы оставить, ну, скажем так, в виде деревянной основы березовую, рисунок березы. Изначально был поиск ободов металлической части от алюминий. Поиск порой занимал месяц с доставкой и с полным восстановлением, потому что приходили в разных состояниях обода, какие-то можно было отполировать и все было бы идеально, без каких-то косяков коррозии поеденного металла. Это было бы некрасиво, что-то в покраску отдалось есть, потому что в черном варианте, в мотованном, я решил, что это будет очень топово, потому что черный фон, светлые болты отполированные также восстановлены. Где-то я полирую болты, какие-то я восстанавливаю, потому что все детали бэушные, новых таких уже не найти, и у BBS не заказать этих болтиков, только какой-то вшивый Китай, то есть без маркировок, без всего. На каждом болтике написана фирма, ее фирма это BBS, и прочность металла 10,9. За основу я брал циферблата, это дерево, береза, 6 миллиметров толщина, она была подготовлена, где-то мореная, крашеная под лаком, где-то просто в черный забивалась, ну какие-то резкие цвета, в разных моделях, ну, например, вот желтые, красные, белые, прям насыщенные цвета. Позже наносился рисунок виниловый, нарезанный, где-то тоже простые-то на пленке используют, где-то хром. Из простого был добавлен механизм кварцевый, обязательно плавного хода, и вся эта картина, когда работает, движется, заставляет зависнуть ненадолго. Скажем так, из такого это и начиналось, как хобби, но все равно коммерческая основа была заложена в весь этот проект, потому что помимо сил сюда и финансовая часть вкладывается. Сейчас я планирую дальнейшие движения, уже по профилю в Инстаграме начинаю активно его развивать, во всяческих ресурсах работы выкладываю в продажу. Кстати, буду в СИ-кафе на Владимирском проспекте выставляться. С 23 апреля в течение двух месяцев до конца, получается, июня будут висеть мои работы в кафе на Владимирском проспекте, с которыми можно прийти, ознакомиться, детально изучить, кому что будет интересно. Движения в плане часов я буду делать, но, пожалуй, только на тот момент, когда получу хоть малейший фидбэк от публики, что, по крайней мере, это кому-то интересно, и это имеет место быть, и, в принципе, продвигать, и не только делать для себя. Если, не знаю, если, я даже не думаю. То есть, в принципе, дальше двигаться по-любому будут, потому что уже часть каких-то других деталей закуплена для нового проекта. Там будет немножко иной дизайн, и хочу что-то сделать новое, интересное. Пожелать, наверное, тем хочу, кто все-таки тоже грезит. У каждого, наверное, человека есть большое желание увидеть что-то, сотворить нечто похожее. Не надо бояться того, что не получится. В любом случае, первый раз может не получиться. Хочу пожелать всем успехов по движению в своем деле и всем мир вам с МП. Субтитры подогнал «Симон»!